Знаете, я когда говорила всем, что где-то был Владивосток, мне говорили, что это так далеко. Но как будто бы именно поэтому я не хотелось туда еще больше. Всем привет, ребята, меня зовут Маша Коныш, и это мое последнее видео на этом прекрасном фоне, потому что сегодня я приезжаю во Владивосток. Я поступила в Дуфу, поэтому я еду туда учиться. Мой поезд уже через час. Все, понимаете, я на полгода, я просто на полгода покину свой дом. Свою любимую комнату, кто впервые на моем канале, наверное, не знает. Я сама из Белгородской области, из Старого Оскола. Ой, на самом деле, мне вообще не верится, что я сегодня уезжаю, потому что я отчитывала просто дни. Но сегодняшний день начался что-то прям очень резко, он прям наступил очень быстро. И мне не верится, что уже буквально через несколько дней начнется моя новая студенческая жизнь. Я буду жить совершенно в другом месте, совершенно другими людьми, которых я даже не знаю, я их никогда не видела. У меня будут вообще другие друзья, другой круг общения. Я очень взволнована. Мне не верится. Больше всего я буду скучать, наверное, по маме с папой. Дорога предстоит сложная, долгая, поэтому будет еще сложнее, потому что у меня будет другой часовой поезд. Это вообще капец. Но я знаю, что у меня все получится. Я справлюсь. Желаю вам приятного просмотра, понаблюдать за этим приключением. Погнали! Прощай, моя комнатка. Увидимся с тобой через полгода. Ой, я забыла ленту закручать. Время прощаться с этой комнатой, с этой квартирой. Я сейчас заплачу. Почему я слишком все драматизирую? Я не понимаю. А ведь это тот самый момент, о котором я всегда мечтала. Я всегда хотела уехать из дома. И вот он и стал. Ну что ж, отправляемся с вами вместе в это путешествие. Смотрите, это все. Мои чемоданы, мои сумки. Ограничение в багаже 23 килограмма. Тут еле как все вместилось. Еще вот сумка и эта сумка. Мы все сидим на дорожку. Даже бабушка сегодня приехала, чтобы меня проводить. Оставляю свои ключи от дома. Дома. Все. Да. Теперь я без ключей. Да-да! Это мой поезд. Тут просто вся моя семья собралась. Ничего не видно, но просто они сюрпризом приехали все. Это очень приятно. Моя доченька. Легкой дороге. Спасибо! Отличная учеба. Здание как в Нью-Йорке. Сейчас мы приехали в аэропорт Шерметьево на этом аэроэкспрессе. И скоро мы будем регистрироваться на рейс. Точнее мы уже зарегистрировались, но нам нужно будет пройти все рамки. И вообще все, все остальное. Очень много людей, капец. Просто очень много людей. Он работает. Отлично! justement, у него она вов através. Отлично! Реб illustрировались. Р. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лето, я не знаю, я запарилась в этих штанах уже Но я, кстати, даже не красилась до сих пор Сейчас мы поедем на рынок, на китайский, чтобы купить много дешевых вещей Йоу, ребята, я так и ничего не сняла вам с нашего мини-шоппинга с папой Потому что ничего интересного там не было Сегодня был очень тяжелый день Потому что перелет был тоже довольно-таки тяжелый Так что сейчас я уже переодела свою мини-пижаму Зацените с Hello Kitty, между прочим Я сейчас нахожусь в доме своей бабушки Как раз-таки, если вы смотрели мой влог с прошлого года с Владивостока То вы наверняка поймете, о чем идет речь Так что да, сейчас я буду ложиться на свою кровать Во Владивостоке сейчас почти 10 часов вечера В общем-то, увидимся с вами через секунду Спокойной ночи! Доброе утро, ребята Сейчас я поведу собираться краситься Потому что у нас сегодня много планов Нужно будет купить очень много всего Так что, let's go! Итак, ребята, я готова Макияж у меня получился просто отстойный Потому что мне очень неудобно было краситься тем, что я взяла с собой Так что сейчас мы уже будем уезжать У меня вопрос Почему так холодно в сентябре во Владивостоке? Такого быть не должно Мы в китайской кафешке В Китай-городе Да-да! Мы по традиции с папой приехали опять к берегу Маморского залива Тут очень красиво Та-дам! Я дома Мы приехали только что обратно домой Смотрите, какой там закатик уже Постепенно Я даже надела куртку, потому что очень холодно Я очень устала Сейчас будет мини-хоул моих покупок Оу, вау! Вот это эстетик! Не буду медлить Начну с первой покупки Первая глобальная покупка Это планшет Он мне нужен был для учебы Он даже пахнет прям чем-то новым Я думаю, что вы его еще увидите в моих всяких влогах с учебы Следующая скучная покупка Это обычный удлинитель для общаги Потому что все-таки у меня будет больше техники Далее Немного из бьюти-сферы Кстати, вчера я тоже купила очень много всяких бьюти-штучек Особенно уходовые косметики для лица Но Мне так лень вам сегодня это все показывать Поэтому я просто покажу сегодняшние свои покупки Это вот такие вот шампуни Просто шампунь и кондиционер Также я купила зонт Просто обычный черный зонт с ручкой Я его купила в китайском магазинчике Следующая моя покупочка из того же китайского магазина Это спонжик для лица Ну и еще я там купила пачку вот таких вот резиночек Потому что я посеяла где-то тут свою последнюю резинку для волос Я без этого просто не могу На мне сейчас вот новая Их всего было 5 штук Карцелярия Куда же без нее? Это вот такая вот розовая тетрадка на кольцах Ну и еще три вот такие вот тетради У меня, кстати, были на последнем курсе техникума похожие Ну и еще здесь вот такие вот 8 или 10 штук тетрадей в клетку Не знаю, вдруг они понадобятся Я взяла их на всякий случай Также у меня есть вот такая тетрадь Вторая тетрадь на кольцах И, конечно же, куда же без этого Это, наверное, надо было побольше купить Хотя я не знаю Это вот такая вот тетрадь для зефсирования Потому что я буду учить китайский язык И дальше всякие ручки Три вот такие вот классные ручки Они реально очень классные С тонким стержнем, прям как я люблю Заселение у меня будет послезавтра Поэтому завтра у меня нет, в принципе, как таковых дел каких-то для переезда В общем, это все Я буду ложиться спать Я сегодня очень устала Продолжаю нормализовывать свой часовой пояс Так что да Увидимся с вами уже совсем скоро Спокойной ночи Просто машина все мокрая От холода Это жесть Сегодня очень холодно Ребята, всем доброго утра Сейчас у нас 7 часов утра Мы с папой сейчас поедем заселяться в общагу Мне уже очень не терпится Я вчера была в Дэуфу Мы с папой узнавали по поводу заселения Как это все происходит Поэтому я вчера своими глазами увидела Эту всю красоту Университета Это просто прекрасно Я не знаю Мне не верится, что я буду учиться там Дорога предстоит долгая А еще сегодня у папы день рождения Чиз Мы приехали Ребята Я еду в свою комнату Блин, это просто ковец У меня комната на 9 этаже Это моя комната Ковец Так, так, так Блин Прикольно Ну, нормально Вид на лес Ой, ой Что? Оооо Ну, общага Есть общага Да Пусть это будет мое место Ну, короче, как-то так Прикольненько Короче, в шкафу капец Там тараканы живут Я не знала, как на вещи складывать Что теперь делать? Короче, сейчас мы поедем с папой в магазин Потому что мы так решили Что там просто покупать кучу всего нужно будет Тем более Еще, кстати, очень редко бывает пылесос свободный Поэтому мы поедем за своим пылесосом Будем пылесосить Будем убираться Тараканов травить Потому что сегодня я не буду там ночевать Надеюсь, соседка моя заселится только завтра Потому что я не нашла себе соседку Надо протравить тараканов Потому что их там просто миллион Ну, ладно, не миллион, конечно Но тоже много Мы сейчас поедем, короче, в какой-нибудь китайский магазинчик Что-нибудь такое купим Как выглядит кухня в Дуфу? Тут две плиты И такой прекрасный вид на море Вот это холл моей общаги Там уже главный холл Первый этаж Мы с Шестлером Рлен взяли просто кучу всего Сушилку, контейнеры всякие на полке Чтобы поставить еще кучу всего Там я в ванной Надеюсь, что мне этого всего хватит И не будет никакого хлама Кстати, там еще плед на кровати Короче, сразу после моего заселения Начались студенческие будни Они подкрались супер неожиданно и быстро Я снимала, к сожалению, очень мало Свои первые дни там Потому что мне хотелось просто адаптироваться побыстрее Потому что нас было 85 человек в группе И нас просто не могли расстелить Поэтому мы по 40 человек ходили на пары Это была просто жесть Но несмотря на это, все равно было очень круто И у нас даже в первый учебный день Был день первокурсника И он прошел просто мега супер круто Что даже у меня в городе на день города никогда не организовывают настолько огромные мероприятия, как здесь Что ж, ребята, этот видос подходит к концу Спасибо вам огромное, что вы пережили со мной эти прекрасные дни Мой переезд Потому что это был очень важный этап для меня Честно, мне до сих пор не верится, что все это происходит со мной Потому что я буквально несколько месяцев назад смотрела влоги других девочек с этого же университета И просто мечтала здесь оказаться И у меня было очень много сомнений Но тем не менее я сейчас здесь Я просто хочу сказать вам, что все, что вы хотите, вы можете это получить Просто главное не сдаваться реально Потому что было приложено очень много усилий, чтобы оказаться здесь Кто бы вам что ни говорил Реально самое главное это то, что у вас здесь и здесь Больше моей жизни вы можете увидеть у меня в инстаграме и также в телеграме Ссылочки будут в описании к видео Ждите от меня очень много крутых влогов с университета и просто других видосиков Не обещаю, что ролики будут выходить чаще Потому что, судя по всему, времени здесь у меня будет очень мало Но все равно мне будет очень приятно, если вы будете ждать мои видео Так что я вас всех очень-очень-очень люблю Всех целую, всех обнимаю И всем пока-пока Пока